Российское движение школьников запустило патриотическую акцию «Окна Победы», в рамках которой юных жителей страны и их родителей призывают создать на улицах городов галереи памяти и благодарности. Для участия в акции необходимо разместить макеты силуэтов известных памятников, посвященных Великой Отечественной войне, рисунки и плакаты ко Дню Победы на окне своего дома или квартиры. Также можно использовать готовые наклейки на военную тему или со словами «благодарности ветеранам». После этого нужно сделать фото оформленных окон и выложить на свою страницу с хэштегами «Окна Победы». Одной из первых в акции приняла участие Эльмира Гернер, украсив окна своего дома. Для Эльмиры и ее семьи это возможность с помощью рисунка выразить слова благодарности всем участникам Великой Отечественной войны и сказать, что молодое поколение помнит об их подвиге. Я нарисовала георговскую ленту, нарисовала голубей, самолет нарисовала, звезды всякие там разные нарисовала, большие, маленькие. Участие в акции «Окна Победы» приняла и семья Зуевых. День Победы – это великий праздник. И пусть в этом году не получится побывать на параде и возложении цветов к вечному огню, но каждый, даже находясь дома, может поучаствовать в патриотических акциях и тем самым сказать спасибо ветеранам. Приближается праздник 9 мая и мы решили принять участие в этой акции «Окна Победы», чтобы почтить память своих прадедов. Так мы сидим дома на изоляции, хотя бы этими окнами мы можем почтить их память. Не остались в стороне от участия в акции «Окна Победы» и славянские предприниматели. Свои организации они также украсили ко Дню Победы. Тысячи людей поддержали акцию «Окна Победы» и украсили окна своих домов. Важно даже в этой непростой ситуации, которая сложилась в этом мире, не забывать о самом важном дне – о Великой Победе. Подрастающее поколение должно чтить и гордиться, должны знать историю и вкладывать в этот праздник частичку себя. Я от лица всех предпринимателей нашего города, от себя лично рад воспользоваться моментом и поздравить в первую очередь ветеранов, жителей города и района с 75-летием Победы. Мы также решили принять участие в этом марафоне и украсить окна своего магазина в тематическом стиле. Многие жители города и района выставили на окна своих домов портреты ветеранов. «Бессмертный полк» в этом году проходит в онлайн-формате, но это нисколько не мешает помнить и чтить своих родных, участвовавших в войне. В кругу семьи вновь поделиться воспоминаниями о них и посвятить им стихи. Была война в 40-х, насмертвали за свободу, за то, чтобы не было ни в годы, за то, чтобы не было войны. На минах танки подрывались, солдаты насмертом сражались. И 18 лет свои за нас отдали жизнь они. Все, что случилось, не забудем и до конца мы помним не будем. Про подвиг тот 40-х, про тех, кого уж нет в живых. Также к 9 мая свои дома можно украсить российским триколором, приняв участие в общекубанском флешмобе, тем самым продемонстрировав единство нашего народа. Триколоры украсят фасады зданий, улицы и площади, которые носят имена героев Великой Отечественной войны. Такая акция проводится впервые. Станьте ее участником. Мы – россияне, потомки солдат-победителей. И мы знаем, что сила нашего народа в единстве. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События». Продолжение следует...